В условиях пандемии велосипед стал едва ли не самым популярным средством передвижения. В период пика заболеваемости многие белорусы перестали ездить в общественном транспорте и предпочли двухколесное средство передвижения. И действительно, велолюбителей на улицах стало больше. Особенно это заметно в областных центрах. Но, как говорят милиционеры, слабая защищенность велосипедов всегда привлекала мелких преступников. И этим летом не стоит ждать исключения. О том, как уберечь свой велосипед от кражи и на какие виды хищения, чаще всего решаются злоумышленники, в репортаже Вероники Гамзюковой. Велосипеды сегодня в моде. Однако далеко не все сообщество велолюбителей ездит по правилам. Некоторые представители движения не только создают опасные ситуации, но и провоцируют ДТП. За пять месяцев этого года произошло 16 происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 17 человек получили травмы различной степени тяжести. Пять ДТП произошло по вине самих подростков, трое из которых были велосипедистами. Именно так произошло 11 марта в Гомеле, где 27-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Lantra, поворачиваясь в Советской на улицу Телегина, совершил наезд на 13-летнего подростка. Как видно на этих кадрах, водитель притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом, остановился и предоставил преимущество в движении пешеходам и велосипедисту, после чего возобновил движение. Но спустя несколько метров он совершил наезд на 13-летнего велолюбителя, который, не спешиваясь, выехал на дорогу в неустановленном месте. Мы стараемся каждый раз обращать внимание на такие происшествия, всегда рекомендуем, как себя следует вести, выкладываем определенную информацию по, опять же, правилам дорожного движения, как надо ездить. Сейчас в планах, конечно, есть запись социальных роликов на такую тему, то есть как себя вести в городе, чтобы никому не мешать и обезопасить себя от неприятных ситуаций. С целью предотвращения таких ДТП с сегодняшнего дня ГАИ проводит комплекс профилактических мероприятий «Юный велосипедист». Сотрудники госавтоинспекции организуют рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения со стороны несовершеннолетних. Движение на велосипеде должно осуществляться по тротуару, в велосипедной пешеходной дорожке. В случае отсутствия таких, то по обочине не далее метра от края проезжей части. Хотелось бы отметить, что до 14 лет ребенок не имеет права двигаться по дороге в отсутствие совершеннолетнего лица. Исключением составляют пешеходные дорожки, велосипедные дорожки, тротуары, а также закрытые территории для движения. Инспекторы отмечают, что среди гомельских велолюбителей многие сознательно относятся к безопасности детей. Комельчанка Екатерина Коновалова убеждена, что лучшая профилактика детского дорожного травматизма – это пример родителей. Мы соблюдаем правила дорожного движения. Нужно переходить дорогу только на пешеходном переходе, только на зеленый сигнал светофора, предварительно убедившись, что все машины остановились. Если мы ездим на велосипеде, то обязательно одеваем детям шлемы. Мы демонстрируем детям то, как переходить дорогу на своем личном примере. Мы не говорим, что «Ай, зеленый, никого нету, побежали». Во время рейдовых мероприятий сотрудники ГАИ раздают тематические брошюры. Одна из них напоминает, какие правила должны знать и выполнять велосипедисты в возрасте до 14 лет. Вторая представляет подборку из восьми лайфхаков для несовершеннолетних. Вот парочка из них. Надевайте шлем, проверяйте исправность двухколесного средства, используйте жесты рук при езде на велосипеде и станьте заметнее в темноте. Отдельная проблема для правоохранителей – это небрежное отношение к своему двухколесному транспорту со стороны юных велосипедистов. Итог в большинстве случаев предсказуем. Нарушители их угоняют. Специалисты настоятельно рекомендуют следить за своим железным конем и покупать хорошие замки. На сегодняшний день злоумышленникам не представляет особого труда взломать данный велосипедный замок. Как правило, наиболее подверженным взломом является трос или душка, который злоумышленники либо перепиливают, либо перерезают, либо врывают из ее основания. Чем толще является его трос, тем сложнее будет злоумышленнику его перекусить, либо перерезать. И, как правило, чем дольше времени будет занимать взлом замка у злоумышленника, тем маловероятнее того, что преступник захочет взломать именно ваш замок. Можно отнести к отдельному виду цепные замки. Там цепь довольно-таки прочная и толстая. И много вызывает трудности у злоумышленника, чтобы его взломать. Владельцы также могут поставить свой велосипед на учет в милицию. Для этого необходимо обратиться в дежурную часть местного РОВД или к своему участковому инспектору. Такая мера предосторожности может помочь отыскать и возвратить велосипед в случае его похищения. База данных начала свою работу в 2015 году. И сегодня в нее внесены сведения о более чем 220 тысячах единиц транспорта. В среднем ежедневно свои двухколесные средства регистрируют порядка 100 человек. Итак, не оставляйте свой велосипед без присмотра. Обязательно закрепляйте его противоугонными замками и зарегистрируйте его в базе данных. А чтобы движение было только в радость, не забывайте и не нарушайте правила дорожного движения. Вероника Гомзюкова, Андрей Иванов. Специально для программы «Дефакто».